Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать обзор текстиля, который я приобрела на блошиных рынках, а также в Second. Начнем мы с вами с такой прекрасной дорожки. Это плаванское машинное кружево, знаменитое на весь мир. Такая вот довольно большая дорожка для такого типа кружева. Вот, я нашла такую вот поверхность. Я думаю, как раз для кружева будет хорошо. Попугай тут со мной рядом. Как вы слушаете, он будет разговаривать. Так что сегодняшний обзор это только текстиль. Так что приглашаю к просмотру только тех, кого не смущает мой попугай и кому интересна тема текстиля. Вот видите, какая-то большая и очень красивая дорожка. Такое вот чудесное кружево. Дорожка-то постирана, просто она не поглажена, поэтому она немножечко так вот присобралась. Ну, это хлопчатобумажное кружево. Рисунки очень многообразны. У этого вида кружева очень-очень много мотивов самых прекраснейших. И абсолютно нет некрасивых. Всегда они очень красивые. Я думаю, вы сами это видите. Так, продолжаем. Такая вот салфеточка небольшая, тоже хлопчатобумажная. Так, где что-то у нас веснанка, где лицо. Вот такая вот тоже очень симпатичная вышивка машинная, скорее всего. Цветочки, похоже, как анютины глазки. И вот такие вот небольшие вставочки. Здесь почему-то написано краун, корона. Вот такая вот салфеточка с анютиными глазками. Следующая вот такая вот красивая овальная салфетка. Попугайчик с вами разговаривает и служит музыкальным сопровождением. Так. Дальше. Ну, находок много, поэтому я буду показывать побыстрее. Здесь вот колокольчики. Видите, какая прелесть. Так вот, наверное, вот эта вот лицевая сторона. Вот. Такая вот салфеточка. Дальше. Видите, рисунки все не повторяются. Все очень-очень красивые. Такая вот сеточка. Красота. Так, попугай решил стучать. Решил постучать. Так. Такая вот салфеточка. Овальная. Какой центр красивый. Цветок. Пришлось все-таки попугая убрать в соседнее помещение, потому что уж прям очень он развеселился. Разошелся. Такая вот салфеточка. Вот. Ну, сейчас немножечко только звуки издалека, поэтому теперь нормально. Такая вот маленькая. Очень симпатичная. Я, как вы заметили, на барахолках, когда я ролики снимаю, я часто так выхватываю такие салфеточки, если они в хорошем состоянии. Так, без каких-то критических разрывов, потому что какие-то маленькие ниточки где-то торчат, без этого никак не обойтись. Вот как, например, здесь. Ну, вот торчит она, эта ниточка, ну и торчит. При желании, конечно, можно немножечко прихватить белыми нитками, чтобы она дальше не распускалась. Ну, в принципе, это для такого кружева. Оно часто очень довольно старое. Пятидесятых, шестидесятых в основном, шестидесятых, семидесятых годов. Ну, а вот последняя, фабрика работает, конечно же, до сих пор. Вот кружево, которое они сейчас выпускают, оно по качеству все равно немножко отличается. Оно такое, видно, что оно более современное, как бы, если это можно так сказать, по качеству. Оно не такое тонкое. Вот, поэтому, несмотря на какие-то небольшие недостатки, я стараюсь покупать старинные салфеточки. Ну, такие дорожки, это вообще очень большая редкость, такого большого размера найти. Поэтому тоже всегда покупаю, стараюсь покупать. Такая вот. Сейчас, кстати, такие салфетки вот у нас в основном можно купить. Женщины занимаются продажами на блошиных рынках. Они занимаются, например, только текстилем. Редко там у них еще какие-то предметы. Вот прям целые столы с текстилем стоят. И вот у них можно, конечно, купить какие-то салфетки, даже скатерти. Но не дешево. Но купить можно. Ну, вот так вот, как я занимаюсь поиском в коробках часто, в секунде. Мне это больше нравится. Найти случайно какую-то красивую вещь, восхититься, порадоваться своей находке. Вот тоже замечательная, овальная, очень большая салфетка. Красивые такие краешки. Тоже она очень тоненькая. Видно, что эта работа винтажная. Такая вот. Видите, какие разные у всех рисунки. Вот. А здесь у нас прямо розы и хризантемы. Красота. Какая большая хризантема. А вот здесь на краешке розочка. А вот наборчик из двух салфеток. Виноград. Тема. Вот так. Вот это вот лицевая сторона. Можно увидеть по выпуклости рисунка. То есть он, конечно, более объемный с лицевой стороны. Хотя так сразу и не поймешь, где лицевая, где изнаночная. Но вот так, если сравнить, то это заметно. Видите, две с одинаковым рисунком. Здесь ягоды винограда и листья винограда. Побольше и поменьше. Тоже очень красиво. И вот тоже прям огромная дорожка бежевого цвета. Ромашки такие вот. Она очень длинная. Такая вот. На комод. Такая вот красавица. Далее, посмотрите на тему Пасхи. Какие хорошенькие. Вот эта вот салфетка с курочками. Это тоже все изделие плаунской фабрики. Но это уже называется Плаунер Стикерай. То есть плаунская вышивка. Так, хотя это полиэстер, но это очень красивые изделия. И вот скатерть тоже такая же с курочками. Так они уже побольше. Курочки и петушки. Такая вот весенняя тема. Я не буду полностью разворачивать. И так понятно. Салфетка. Такая же в тему. И вот эти вот курочки. Это опять же так же, как и кружево. Вышивка тоже машинная. Но это знаменитая на весь мир вышивка. Так, дальше у нас опять плаунское кружево идет. Так вот квадратик. Такие элементы продавались. Может быть сейчас тоже продаются. Только более современные издания. Их отрезают по этим квадратикам любого размера. Также люди используют эти отдельные элементы в каких-то своих работах. Или по шитью, или по какому-то украшению. Делают много-много чего. Такие вот элементы. Их очень легко вот так вот обрезать. Здесь вот они не будут распускаться. И один такой элемент можно использовать, например, для сердечка из ткани. Делают многие такие сердечки интерьерные. Которые можно повешать где-то там на ручку шкафчика для красоты. Я уже показывала, да, какие сердечки я делаю. Ну, может быть кто-то не видел. Я сейчас покажу парочку. Ну вот, это, конечно, не совсем то, что я имела в виду. Ну, вот это, например, сердечко я делала. Это льняная ткань и вышивка нитками малине. Вот она у меня висит в спальне на шкафчике. Это сердечко. Ну и вот такие вот сердечки тоже делала. Просто одно взяла. Они мне тоже висят по всему дому в разных местах. Вот одно первое, которое попалось мне. Вот такое вот сердечко. Это просто интерьерное повесить куда-то для красоты. Что я имела в виду? Такой вот элемент иногда берут и вот тоже украшают такие вот сердечки, к примеру. Да, это такой пример. Тоже можно его аккуратненько пришить на сердечко. Может быть размером побольше. Будет очень красиво. Так, ну это только для примера я показала эти два сердца. Как можно использовать такие вот винтажные элементы. Далее. Тоже салфеточка. Звездочка. Такая вот симпатичная. И еще одна снежинка. Тоже это все у нас плаунское кружево. Такая вот желтенькая небольшая дорожка. Тоже очень красивое кружево. По краю. Вот такая вот дорожка. Тоже ручной работы. В центре такие мережки или мережки. Мережки. И здесь, ой, здесь тоже сделано очень красиво. Ручное плетение. Такие вставочки. Тоже такой красивый бежевый цвет, приглушенный. Такая вот дорожка. Ажурная, прям воздушная. Дальше вот такая вот плаунская салфеточка. Тоже очень-очень красивая. Здесь еще не отрезали даже этикетку. Написано, сделано в Западной Германии. Настоящая винтаж. Вот тоже очень-очень красивая. Такая вот дорожка. С плаунского кружева. И еще одна. Тоже очень красивая. Нежная. Такого слегка бежеватого цвета. Экру. Экры. Цвет. Тоже прям такие нежные. Кружева по краям. Здесь тоже где-то, по-моему, сохранилась этикетка. Уж не помню где. А вот здесь этикетка. Вот здесь видно, что написано. Плаунское кружево сделано в Германии. Плаунершпицца. Made in Germany. Такая вот квадратная небольшая салфеточка. Хлопчатобумажная. Тоже очень красивая. Коклюшечная. Или игольчатая. Игольная. Кружево по краю. Не знаю. Такое плетение. Видно, что это не спицами и не крючком. Такая вот плаунская салфеточка. Небольшая. Под вазочку. Вот совершенно новенькая. Такая вот небольшая весенняя дорожка, салфетка с букетом цветов, похожих на фиалки. Здесь еще сохранилась старая этикетка времен ГДР. И вот такая вот тоже красивая салфетка. Тоже это плаунская вышивка. Нежные весенние цветы. Здесь крокус даже есть. Такой вот желтенький. Вот тоже плаунская вышивка. Две дорожки. Одна чуть побольше. Вот это вот здесь яйцо пасхальное. Подснежники. Бабочка. И здесь тоже еще летают бабочки по поверхности. И такой же рисунок на другом конце. Такая же вышивка. Даже с люрексом. Вот и такие вот краешки. Красивые. Побольше. И есть еще такая же. Чуть поменьше. Тоже такая же точно. Такой же точно мотив весенний. Пасхальный. Так как здесь яйцо раскрашенное. Тоже здесь вот сохранилась. Этикетка. Вот здесь написано. Плаунер шпица. Плаунское кружево. Плаунская фабрика. Вот еще одно изделие. Плаунской фабрики. Тоже на пасхальную тему. Заяц с яйцами и цыплятами. Заяц с яйцами. Так. Дорожка. Это тоже в середине цыплятки. Какая-то она длинная. Очень красивая. Сидят в корзинке. Прорези есть. Очень такие симпатичные эти изделия. Опять же тоже в хорошем состоянии. Редко попадаются. Так. Вот такая вот скатерть. Или большая салфетка. На середину стола. Тут с аппликацией. Тут яйца по краям. И в центре идет хоровод из цыплят и зайчиков. Также нарциссы. Опять же яйца пасхальные. Вот такая вот скатерть. Тоже очень веселенькая. Такая. Вот еще салфеточка. Тоже Плаунская фабрика. Вышивка. Тоже на пасхальную тему. С люрексом. Яйца. Подснежники. Морозник. И такие вот очень красивые краешки. Вышитые. И уже последнее. А то получается очень длинный ролик. Много внимания. Не удержится ваше внимание. Просто если очень много всего показывать. Поэтому ролик я уже заканчиваю. Две вот такие вот салфеточки. Тоже на пасхальную тему. Очень симпатичные. Желтенькие. Зайцы. Зайцы и пасхальные яйца. Такая вот тема. Опять же здесь тоже смотрите. Как интересно по краю. Это не просто рисунок. Это разные пасхальные яйца. Тут в бахроме. В краешке. Сделаны. Вышиты. Такая вот салфеточка. И на этой вот веселой ноте я заканчиваю свой сегодняшний ролик. Надеюсь вам он понравился. Буду рада вашему лайку. Всем желаю здоровья. И до новых скорых встреч. Пока-пока.